всем привет мы продолжаем писать приложение clients на чистом java скрипте в прошлой части мы создали с вами header мы написали функцию да как create header которая возвращает нам header и эту функцию мы вызвали в нашей входной точке нашего приложения файле index.js функции create app вот и поместили ее в body теперь в этой части мы с вами реализуем секцию непосредственно с таблицей реализуем саму таблицу и в логику добавления нового пользователя в эту таблицу то есть при нажатии на кнопку добавить клиента вот мы у нас будет скакивать такая вот модалка в которую мы будем вводить данные вводить под контакты вот и при нажатии на кнопку сохранить отправлять данные на сервер где нам будет возвращаться будет возвращаться пользователь который добавлен на базу данных и мы будем выводить его в этой таблице отлично давайте теперь перейдем в редактор кода и в папке js создадим новый файл и назовем его create clients section create clients section .js итак здесь мы будем создавать элементы начнем мы с элемента section напишем конст section равно document . create элемент section я буду чтобы не писать все с нуля заново и буду просто копировать и просто изменять название переменной и или название элемента теперь мы создадим также h1 мы не будем называть его именно clients просто назовем h1 потому что у нас будет всего один заголовок на странице вот это будет у нас элемент h1 потом мы создадим нам потребуется обертка то есть у нас как бы вот это вот часть с айди фамилия ими отчества и так далее вот заголовки они у нас будут в т-хэд т-хэде да есть в табличный тег такой назовем эту часть айди фамилия т-хэд т-хэд т-р потому что это т-р ка будет использоваться у нас в т-р в секции t-head напишем здесь tr потом мы создадим для каждой вот этой вот для каждого заголовка создадим отдельную ячейку и называть их будем примерно так скопирую еще несколько раз так нам для айди потребуется сортинг дисплей сортинг дисплей айди это у нас будет т.д. потом у нас сортинг дисплей у нас идет фамилия имя отчество это будет на сортинг дисплей name это у нас будет также т.д. потом у нас идет дата 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 и время создания это у нас будет например сортинг дисплей create также у нас будет сортинг дисплей апдейт или или change или давайте это будет у нас edit и это у нас будет т.д. дальше у нас есть секция с контактами это у нас будет получается сортинг дисплей контакт это будет тоже т.д. скопирую еще и у нас там есть заголовок действия это у нас будет сортинг дисплей actions это будет тоже т.д. также мы создадим здесь спан чтобы обернуть наши элементы нас у нас тут будут стрелочки и вот такие вот буквы то есть создадим для них дополнительный спан так это получается у нас будет сортинг дисплей спан это у нас будет элемент спан также мы создадим наши главные элементы это будет у нас получается контейнер и так main в которой у нас семантики верстки до находится контентная часть а контейнер существует чтобы центрировать контентную часть на также создадим элемент создадим кнопку вот эту кнопку назовем ее от юзер бите n например это у нас будет кнопка и также мы создадим спан для иконки вот этой свгшки которую мы вставим и которая будет у нас изменяться по ховеру да создадим также для нее спан так это у нас будет адюзер бите n свг это у нас будет спан также мы создадим обертку для нашей таблицы назовем ее тейбл в раппер у нас будет просто див в котором у нас будет находиться тег тейбл тейбл и вся наша таблица назовем этот тейбл в раппер также непосредственно создадим сам тег тейбл это у нас будет просто клиент стейбл например хотя можно было просто тейбл потому что у нас не будет больше таблиц ну в принципе так и так ничего страшного и здесь мы создадим тейбл также мы создадим тег тейбл дим в котором у нас находится тело да то есть все ячейки то есть по семантике это получается у нас такс назовем это просто тейбл дим это у нас будет тег тейбл и также создадим два дополнительных спана для вот этих вот элементов они нам понадобятся это у нас будет такс у нас будет create спан да то есть у нас будет дата время им для этого создадим сейчас create create спан у нас будет спан и создадим edit спан это у нас будет также спан также я забыл изменить здесь а мэйн на тег мэйн да и тут у нас див это будет контейнер может показаться что нам тейбл в раппер див в котором мы будем обращивать тейбл таблицу не нужен потому что но не потому что у нас как бы есть контейнер потом таблица до по логике но у нас будут адаптивы и такс у нас эти адаптивы и на разрешение когда таблица у нас будет скроллиться да у нас нам понадобится див поэтому он нам пригодится окей теперь мы всем этим элементам добавим необходимые классы мы возьмем наш section . класс лист . от это будет класс clients и мы также продублируем этот код чтобы просто менять название класса и элемент да то есть у нас здесь был section теперь мы поменяем здесь у нас будет тейбл в раппер для него мы добавим класс clients в раппер потом h1 для него мы добавим класс clients хидинг 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 потом у нас есть также тбоди для него добавим это будет у нас клаинс тбоди а то есть мы сейчас все это напишем и потом мы будем просто реализовывать логику да то есть писанины много вот но думаю что это неплохая практика для начинающих поэтому он нужно нужно это все написать вот так дальше у нас той боди можем теперь добавить для сортина дисплея тоже получается сортина дисплея это у нас будет клаинс клаинс дисплей дисплей также добавим второй класс это у нас будет нам пригодится дисплей инфо также мы добавим класс для теперь для наших элементов получается дисплей айди это у нас будет клаинс дисплей и для каин дисплей айди мы добавим дисплей инфо то есть это получается родитель руководствуясь методологией бэм да это будет у нас получается родитель а теперь от него у нас будет получается дисплей инфо айди и теперь у нас есть также name это у нас будет дисплей инфо дисплей инфо name хотя нет мы здесь делаем просто не дисплей инфо name мы это делаем через мы будем делать через модификаторы мы здесь делаем айтем дисплей инфо айтем здесь у нас будет дисплей инфо тоже айтем и мы добавим будем добавлять дополнительный класс это у нас будет дисплей инфо дисплей инфо айтем айди а здесь у нас будет дисплей инфо айтем ней а также у нас есть стрелочки у этих элементов да то есть у нас здесь эти стрелочки когда мы будем на них нажимать на эти заголовки заголовки у нас таблица будет сортироваться и в соответствии с сортировкой стрелочки также будет изменяться вниз вниз или вверх до согласно порядку сортировки до снизу вверх там или сверху вниз и по убыванию по возрастанию и так далее поэтому нам понадобится дополнительный класс это будет у нас получается сорт у нас будет сорт апп и сорт даун который будет добавляться для того чтобы поднять стрелку в одну сторону и сорт даун опустить ее в другую сторону и нам нужно также добавить этот класс получается сорт 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 апп то есть у айди у нас стрелочка идет вверх автоматически ну то есть она по макету она по дефолту стоит у нас вверх то есть у нас будет по дефолту этой стрелки сорт апп а например вот у имя фамилии отчество у нас будет порт даун то есть мы здесь у нейма да напишем сорт там вот таким вот образом а также мы копируем для контакт и для остальных ячейк так у нас есть нейм потом у нас идет create потом у нас идет edit копируем еще два раза этот код потом у нас идет контакт и у нас идет actions классе здесь где модификаторы мы изменим на им на получается у нас create здесь мы изменим так у креет посмотрим стрелочка у креет она тоже вниз и у изменить то есть у дата время создания тоже ну как бы у них у обоих тоже вниз поэтому у них мы оставим класс сорта даун чтобы они по дефолту были в стрелочке вниз а здесь у нас будет так склеить здесь у нас будет тогда получается edit а или так назовем это лучше change вот а потом у нас идет контакт контакт и получается actions действия а у actions у нас нет и у контактов у нас тоже нет стрелок поэтому мы уберем у них класс сорта даун вот таким вот образом также для сортик дисплей спана мы добавим класс 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 лис . это у нас будет дисплей инфор сортинг попозже объясню зачем он нам нужен так дисплей инфо портинг так также мы добавим класс для кнопки от user btn скопирую этот код еще два-три раза так это у нас был спан теперь у нас от user btn добавим класс это у нас будет clients btn и добавим второй класс который мы создали в сеттингах да в настройках который обнуляет базовые стили кнопки это у нас btn reset то есть у нас такая получается верстка через java скрипт отлично дальше мы добавим класс для элемента от user btn svg это у нас будет это у нас будет client svg для нашего контейнера мы добавим класс контейнер который мы создали также в сеттингах или так класс контейнер потом для нашего мэйна мы также добавим наверно класс это будет у нас так мэйн добавим класс мэйн также мы добавим класс для нашего тейбла clients тейбл копирую этот код еще пару раз даже три раза потому что у нас три элемента еще осталось без классов так если clients тейбл мы дадим класс clients тейбл также мы добавим для элемента create спан класс это у нас получается так мы добавили для мэйна и спан у нас будет create он и для edit спан у нас будет change span вот таким вот образом теперь мы создадим создадим логику которая будет наполнять их контент то есть мы просто возьмем отсюда данные да дата и время фамилии отчества айди и так далее и например начнем с заголовка h1 . текст контент у нас будет равняться вот этой строке client клиенты а а а а а потом у нас а 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 laughing а а мы напишем с маленьких букв у здесь у нас небольшие да но мы в стиле сделаем просто uppercase и они будут у нас всегда большими вот так же мы для сортим дисплея иди так сотен дисплей иные . текст контент у нас будет равняться вот такой вот строке дальше у нас так дальше у нас идет после найма идет create . текст контент равно дата и время дата и время так пока что добавим сюда дата и время потому что у нас на адаптиве будет переноситься создание и нам будет нам нужно будет оборачивать это в отдельный спан поэтому пока что мы сделаем просто вот так вот также мы сделаем для эдита то же самое получается это был create это у нас будет эдит дата создания это получается у нас последние изменения аналогично с последними изменениями тоже уберем пока что изменения потому что нам он будет переноситься и нам нужно будет обернуть его в div точнее в спан вот и дальше у нас идут контакты копируем еще два раза и действия так с контакт это у нас будет контакты и это у нас будет как шанс это у нас будут действия вот таким вот образом также возьмем нашу кнопку от юзер бите н у нас там тоже есть какой-то текст точка текст такс от юзер бите н . текст контент у нас будет равняться вот этой вот ручки добавить клиента а у нас также здесь есть свг иконка мы это свг иконку просто заберем таким образом что мы ее просто скопируем так это получается вектор опи такс получается сейчас секунду вот наша вот наша и свг иконка мы просто нажимаем контекстное меню и и здесь есть копия с свг мы копируем как свг теперь мы в js в папке создадим файл svg .js а здесь мы создадим экспортируемую экспортируемую константу то есть тут у нас будет свг иконки которые мы будем добавлять с помощью джава скрипта конст это у нас будет свг ад юзер равно шаблонные кавычки обратные данные при нажатии на букву ее которые и тут у нас будет код который мы скопировали из фигмы код этой свгшки вот таким вот образом и мы экспортируем эту свгшку для этого файла в наш файл вот сюда то есть мы пишем здесь импорт импорт свг такс я по-моему назвал ее с большой буквы а нет свг ад юзер свг ад юзер и текст контент этой кнопки также мы точнее мы создаем мы создавали спан да для этой кнопки ад юзер битин свг вот спан и ад юзер битин свг так стоп ад юзер битин свг . так как это код то мы не можем написать текст контент мы напишем inner html равняется свг ад юзер теперь нам осталось просто положить все эти элементы в их родить как бы в их родители до своих родителей точнее и вывести их на страницу то есть у нас самый главный тег здесь main вот он то есть мы в первую очередь берем наш main пишем . аппенд аппенд section вот таким вот образом потом мы пишем section . аппенд контейнер да у нас в секции идет контейнер потом также теперь мы пишем наполним наши элементы то есть получается айди возьмем наш нейм и напишем . аппенд сортинг дисплей спан кстати мы забыли в наш спан портинг дисплей спан записать а я да то есть у нас здесь есть такие вот символы а я я специально них создал потому что они у нас будут как бы двигаться изменяться по адаптиву и поэтому нужно их вынести в отдельный спан . . текст контент у нас будет равняться получается символом а я а я так сейчас вот а я также оставим их маленькими потому что мы с помощью стилей сделаем их большими там через uppercase вот а вот таким вот образом дальше мы берем наш create и change точнее edit то есть . append получается у нас есть create span так . append create span и у эдита у нас есть edit span . append edit span вот таким вот образом теперь мы возьмем наш тхэд да то есть это все у нас будет находиться в секции тхэд мы возьмем этот тег который поместится в таблицу и в этот тхэд мы пропишем все вот эти вот элементы . append то есть друг за другом мы можем сделать вот таким вот образом и сюда записывать элементы потому что их как бы много и у нас будет длинная строчка поэтому а мы сюда поместить помещаем сорти дисплей айди у нас идет первым элементом то есть по порядку потом мы помещаем name запятая на им потом мы помещаем и ей запятая edit запятая контакт и запятая actions вот таким вот образом а и теперь сортинг дисплей див да у нас есть сортинг дисплей сортинг дисплей то есть наш тхэд мы поместим нашу тэрку в которой будут все вот эти вот ячейки то есть напишем сортинг дисплей . аппенд тхэд тэр вот таким вот образом потом в тэйбл в раппер мы точка аппендим а о 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 с btn svg дальше мы помещаем наш контейнер уже так потерял наш контейнер это так соки контейнер . append и теперь в наш контейнер мы аппендим в заголовок и нашу таблицу то есть и нашу кнопку да то есть получается заголовок таблица и кнопка они у нас получаются разделены получается мы пишем h1 , а потом таблица table в раппер то есть она находится в тейл в раппере и помещаем add user btn вот таким вот образом и из этой функции нам будет возвращаться объект нам понадобится в дальнейшем работать с элементами этой таблицы например мы будем отдельно создавать item точнее ячейку с или с данными клиента который будет добавляться в body этой таблицы и нам нужно будет взаимодействовать с этой таблицы в дальнейшем и поэтому нам нужно чтобы из этой функции нам возвращался объект которым у нас будет мэйн запятая клаин стей был запятая и ты боди нам понадобится эти элементы в дальнейшем а теперь наша функция готова посмотрим что у нас получится мы зайдем нашу входную точку в индекс . gs и здесь мы за импортим эту функцию create client section здесь мы также создадим переменную конст назовем ее client section равно create client section и client section мы помещаем после хедера в наш боди то есть в clients то есть client section помещаем после хедера наш боди вот таким вот образом и теперь файл индекс html мы запустим в браузере я обычно запускаю через лайв сервер итак у нас ничего не отображается на странице посмотрим что у нас в консоли какая ошибка итак у нас проблема с gs svg и эта проблема мы мы уже сталкивались с ней в первом видео нам нужно к импорту дописать расширение . gs вот потому что джаваскрипт не понимает просто укрощенную записи первый обновим у нас появился наш хедер но у нас не появляется наш наша таблица которую мы создали мы если зайдем в боди после хедера у нас вот такая вот непонятная штука object object это произошло потому что мы пытаемся ложить в боди объект они элемент из этого объекта то есть у нас же мы же возвращаем из этой функции объект с данными да нам нужно получить именно конкретный мэйн и чтобы это сделать мы просто здесь пишем . и он нам уже подсказывать что у нас здесь есть мэйн и мы выбираем этот мэйн и теперь у нас появилась появилась наша кнопка если мы посмотрим в мэйн он нам добавился добавилась секция секшен добавился контейнер и добавились наши добавилась наша таблица да то есть у нас есть наш clients в раппер в ней есть наша таблица clients table у нас есть the head это боди их просто сейчас не видно потому что нас хэдер абсолютный и секция ушла под хэдер то есть если мы сейчас для хэдера для хэдера прямо вот здесь вот напишем дисплей но он просто спрячем его вот у нас есть наш заголовок у нас есть наши элементы которые мы добавили также есть наша кнопка наша свежка то есть у нас все прекрасно отображается на странице то все добавилось нам просто нужно теперь стилизовать все это чтобы у нас выглядело как здесь да то есть нам нужно написать теперь для этого стиле и давайте приступим к этому и так давайте создадим в папке css новый файлик это у нас будет например clients section .css то есть у нас есть вот такая вот штука что нам нужно сделать в первую очередь пайдинг топ для всей секции до чтобы она вышла из-под из-под хэдера то есть мы напишем акс ну мы напишем . clients у нас есть класс clients который мы добавили вот здесь вот мы напишем пайдинг топ допустим 115 пикселей так нам нужно этот client section подключить наш главный файл со стилями то есть мы здесь подключили хэдер и после этого мы просто подключим сюда теперь наш клиент section вот таким вот образом вот мы перезагрузили и у нас применился наш пайдинг и сдвинулись вниз наш наша таблица и наша секция отлично теперь мы напишем стилей для нашего хитинга посмотрим какие у него стиль пойдем в инспект он сайз 24 лайнхи 53 он вайт нас болт то есть мы напишем для этого хитинга так что у нас получается класс clients хитинг сделаем ему маргин 0 также сделаем маргин ботом у нас по посмотрим сколько у него маргин ботом а где-то 20 такс получается 26 пикселей сделаем округлим у нас не пиксель перфект округлим до 30 пикселей а также у нас получается фонд вейт 700 то есть болт так получается с в такс пв 700 и получается фон сайт у нас 24 пикселя посмотрим такс вот так вот и да у нас применили стиле к этому хитингу вот если мы посмотрим у него есть пайдинг и все такое отлично теперь идем дальше у нас есть также наш clients контейнер для него мы сделаем дисплей флэкс и флэкс дирекшн коллун теперь у нас есть класс дисплей такс дисплей инфо такс отлично у нас здесь если мы посмотрим есть некие падинги то есть отсюда да если мы посмотрим такс их можно вычислить вычислить примерно это у нас давайте сделаем по один кулефт 20 также сделаем маргин ботом 10 8 но грубим до 10 вот таким вот образом и сделаем дисплей блок так вот так вот идем дальше у нас есть дисплей инфо дисплей инфо в раппер него мы сделаем дисплей флэкс чтобы они у нас расположились в ряд и сделаем line items центр вот таким вот образом отлично у нас применился паддинг работает идем дальше у нас есть дисплей инфо айтем для него мы напишем фон сайз 12 по макету и color у нас там есть цвет мы используем нашу переменную это у нас получается нам нужно подключить к этому файлу а нет у нас есть такс и тинкс у нас есть рут у нас здесь есть color silver чарис вот таким вот образом если мы посмотрим то отлично у нас все как по макету и стиле применяются у нас есть также дисплей инфо айтем айтем айди начнем с него и у нас есть также дисплей так у нас получается дисплей инфо айтем айди у него будет текст трансформ а паркейс потому что нам большие буквы и color у нас там зеленый да у нас будет получается war посмотрим у нас мы еще этот color не добавляли а получается это у нас вот такой вот цвет зайдем на наш сервис нам знакомый нами сервис на им дат color а у меня упал интернет да будет интернет я восстановил подключение зайдем на сервис на им дат color и вставим сюда цвет который мы скопировали это у нас будет получается эмиральт копируем это название который нам не нужно придумывать добавим новую переменную в наш рут это у нас будет color эмиральт надеюсь я правильно это произношу вот и у нас будет здесь свет вот такой вот это у нас получается си маленькая копируем название этой переменной сохраним этот файл и запишем его вот сюда посмотрим на наш айди отлично он у нас покрасился я немножко приближу страницу чтобы было видно лучше вот таким вот образом идем дальше также мы можем прописать этот же стиль через запятую и для наших букв дисплей инфо айтем а нет у нас получается дисплей инфо сортинг вот таким вот образом супер у нас покрасились наши буквы идем дальше также для всех элементов дисплей инфо айтемов да мы сделаем такой общий стиль дисплей инфо айтем дисплей инфо name запятая дисплей инфо create запятая и дисплей инфо change который у нас есть то для них мы сделаем курсор pointer потому что они у нас будут кликабельными да мы будем нажимать у нас будет происходить сортировка таблицы и также мы здесь делаем юзер телек но чтобы при нажатии на этих но на эти буквы так они у нас не кнопки они у нас будут типа выделяться да как текст как копироваться чтобы этого не происходило мы просто сделаем points event но для вот этих вот элементов то есть мы не можем их выделить так отлично идем дальше теперь напишем стиле отдельно для дисплей инфо айди по макету у нас получается padding right делаем 13 также сделаем маргин райд где-то пикселей 50 или пили 60 вот и также у нас там будет стрелочка сделаем по граунд позишем райд центр вот таким вот образом картинку мы ставим стрелочку мы немножко вставим немного позже также не будем забывать что у нас есть класс сорт об и сорт даун то есть для этих классов будет эти стрелочки вот идем дальше у нас есть также на и наш на им для на и мы нам мы напишем по 1 клефт 48 и бакграунд позишен также мы сделаем а райт 16 пикселей и центр вот таким вот образом для дисплей инфо сортина мы также напишем отдельный стиль а мы напишем по 1 кулефт 11 для этой картинки для этой стрелочки и мы напишем здесь еще он сайс 10 пикселей потому что насколько я помню на по макету он сайта у нас 10 пикселей вот таким вот образом посмотрим что у нас получается принципе у нас все пока что нормально стиле применяются можем продолжать писать стиле нас есть также create вот таким вот образом сейчас так как бы нам это сделать у нас будет создание и изменения у нас будет здесь такая логика что нам потребуется сделать это через before и автор вот поэтому мы для create а сделаем а before так с контент мы сделаем здесь создание это нам потребуется для адаптива потому что там возникнут проблемы вот и мы здесь делаем также позишен абсолют также сделаем right 0 плюс топ 0 и делаем маргин райд 13 пикселей так пока что у нас все ничего не применилось так это ничего страшного мы продолжаем так также мы сделаем здесь для change а здесь create есть change здесь мы сделаем маргин райд 13 пикселей здесь мы сделаем маргинер по 1 крайд 80 и сделаем такую же логику для лишь только здесь будет изменение также для create мы напишем по 1 по 1 пикселей по 1 пикселей потому что там большое расстояние вот и также мы сделаем для change сделаем маргин райд а 28 и 1 клэф 30 вот что-то примерно вот такого если мы посмотрим на страницу у нас в принципе начинает вырисовываться наша наша заголовок нашей таблицы как и здесь да в принципе у нас все нормально пока что можем продолжать писать стиль дальше единственное забыл дописать здесь также позиция relative потому что у нас должны отталкиваться before и да от них так позиция relative для create и позиция relative для change отлично у нас появились наше создание и наше изменение да продолжаем писать стиле дальше у нас идет contacts да то есть копирую вот эту штуку и напишем здесь contacts contacts мы сделаем padding left 30 и у нас есть actions для actions мы сделаем padding left где-то 100 пикселей padding left 100 пикселей вот примерно вот так вот вот отлично у нас они в принципе выровнялись нам осталось просто ставить стрелочки и подкорректировать создание и изменения подкорректируем теперь стилизуем нашу кнопку добавить клиента это получается у нас у нас . clients btn сделаем для нее дисплей flex 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 direction сделаем row reverse потому что у нас там иконка чтобы она была с другой стороны как на макете сделаем row reverse хотя мы могли просто сделать prepend но в принципе так тоже нормально padding у нас будут следующие получается padding сверху у нас будет 12 пикселей так 26 справа снизу у нас будет 12 тоже пикселей и 26 получается слева так можем немножко сократить сделать вот так вот вот у нас применились наши стили так дальше у нас идет получается сделаем align self делаем центр чтобы у нас было по центру потому что у нас flex direction так у нас получается flex direction окей теперь мы напишем так он сайт у нас будет 14 он твой у нас будет 7 и болт 600 фв 600 также у нас будет border так один пиксель solid так у нас будет переменная war и это у нас получается цвет зеленый который у нас используется вот здесь вот эмиральд копируем эту переменную вставим ее в наш border color у нас будет так у нас будет тоже тоже такой же вот таким вот образом вот такая вот кнопка у нас получается так продолжим дальше мы теперь сделаем для нее такой ховер чтобы у нас была как бы такая инверсия это этого нет в макете но все равно мы сделаем было заметно что мы на нее наводим да это получается клиент так точка clients btn получается ховер у нас будет транзишен на колор так 3s easy and out также у нас будет пограунд color так с бэк ground color будет тоже 3s easy and out также пропишем этот транзишен для самой кнопки чтобы у нас был плавный отвод мышки да и наведение мышки вот и также мы напишем что у нас будет меняться наш бэкграунд color war он будет меняться на а а color emerald и color у нас будет меняться на просто белый получается чтобы у нас был виден текст у нас есть у нас есть у нас есть в сеттинге должна быть переменная color white вот color white вот примерно вот таким вот образом также у нас есть свгшка в этой кнопке мы напишем для нее сразу же ховер ховер свг чтобы она у нас красилась в белый цвет напишем fill color точнее вар у нас будет color white также у нас будет здесь транзишен получается транзишен на fill . 3s easy and out и для самой иконки да то есть не при ховере а вот именно для самой иконки мы напишем клиент забытье nsvg и у нас будет color emerald чтобы менять при наведении fill у свг иконки мы должны сами его прописать и теперь в файле свг.js мы должны везде удалить филы чтобы они позволили примениться тому филу которую мы задали то есть мы должны убрать фил из этого из этой свгшки вот таким вот образом также сделаем и дисплей блок маргин райт сделаем 10 пикселей и также сделаем так ну в принципе этого должен быть достаточно если мы посмотрим у нас инверсируется наш ховер да становится белыми в принципе понятно что мы наводим на эту кнопку и у нас почему-то не отцентрировалась наша кнопка хотя я задал ей я и задал line self-center а судя по всему я где-то ошибся с названием стиля и если мы посмотрим то у нас у контейнера нет приставки flex значит он не применился к нему да потому что допустил ошибку написал контейнер надо нужно писать контейнер если мы сейчас сохраним так у нас все равно ничего не применяется так с контейнер так получается у нас clients он-то и нир посмотрим наш файл мы для нашего контейнера просто не добавляем этот класс получается нам нужно вот здесь вот добавить класс clients контейнер вот таким вот образом супер у нас теперь кнопка встала по центру у нас есть наша таблица контейнер такс в раппер и вот наша таблица т-хэд т-боди т-боди у нас будет заполняться нашими айтемами до ячейками с клиентами то есть в принципе наш у нас структура нормально прорисовывается единственное мы сейчас доделаем наши стрелки так получается это у нас вот такие вот стрелки то есть мы возьмем эту стрелку так перейдем в раздел дизайн экспорт и скачаем ее как svg да это наша стрелка скачаем ее и эту стрелку мы перенесем в наш редактор в папку emg и переименуем эту стрелку в в arrow up и все-таки скачаем точнее arrow down да такс и все-таки скачаем для удобства стрелочку вверх вот такую экспорт svg вот и переименуем ее в arrow up вот таким вот образом у нас не будет там ховер эффекта поэтому мы не будем убирать отсюда его да теперь мы здесь возьмем наши created спаны которые мы создали для этого у нас есть created так created span или create span сейчас я просто немножко забыл да это у нас получается create span и сейчас я просто немножко забыл запятая и так и запятая точка change span для них мы напишем следующие общие стили сделаем дисплей inline блок также сделаем ширину 7 пикселей высоту высота у нас будет в принципе сто процентов позиции у нас будет абсолют right 0 плюс топ 0 и background image так background image у нас у элемента change и create одинаково стрелки направлены вниз поэтому сделаем чтобы не по дефолту у нас были внизу то есть url получается мы заходим в корень в папку img и подключаем стрелку down arrow down также мы здесь напишем background repeat но repeat если мы обратим внимание здесь уже превьюшка показана картинки то есть она подключилась чтобы иметь превью картинки которая у вас прописана где-то в пути можно установить плагин для VS кода image preview и у вас будет также показываться превьюшка окей теперь делаем также background position центр центр также возьмем наши классы которые у нас есть asset sort up и sort down получается возьмем sort up и . sort down и сделаем для них обоих общий класс у нас это background repeat но repeat и мы сделаем для sort up background image сделаем это у нас будет стрелка вверх arrow а для sort down у нас будет roll down вот таким вот образом и в принципе если мы посмотрим что у нас появились наши картинки если мы приблизим так вот таким вот образом у нас немножечко они удваиваются так сейчас мы посмотрим итак в общем нам нужно отменить этот background для такого класса как так у нас есть получается change нам нужно для change , и для create сделать background это позже это станет понятнее потому что это поможет нам для адаптива потому что на этом моменте там немножко сложно будет с адаптивом и так background image и поэтому нам это понадобится и если мы так сделаем то у нас встали все стрелки как и надо здесь для создания и изменения по дефолту внизу если мы приблизим вот отлично теперь осталось это немножко перевести в порядок а начнем с того что разберемся почему у нас здесь не поменился наш отступ который я задавал для before так я написал здесь не margin right а background repeat почему-то давайте это исправим margin right так с margin right получается в этом before и и в before и для create а margin right так с вот таким вот образом отлично у нас применился отступ немножечко сделаем здесь отступ сверху сделаем топ один пиксель у create и топ один пиксель у change отлично они у нас стоят ровно также мы немножко увеличим отступ у стрелки background position для name там примерно сделаем 18 пикселями со 16 в принципе да в принципе все нормально если посмотрим по макету то расстояние у нас плюс-минус как и на макете уже по самому добавленному айтему мы сможем точно уже задать отступ если понадобится да вот итак теперь мы будем как бы заканчивать этот выпуск и следующем выпуске мы реализуем логику когда у нас будет нажиматься эта кнопка и будет появляться обмодалка которую мы также сделаем с помощью отдельной функции которая будет у нас создавать модальное окно вот и будет делать запрос на сервер всем спасибо за просмотр если было интересно ставьте лайки подписывайтесь всем пока вопросы подписывайтесь до